Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной обзор проекта «Научи хорошему» посвящен журналу «Максим» и позиции Роскомнадзора в отношении этого издания. Начнем по порядку. Журнал «Максим» был основан в 1995 году в Великобритании. В России «Максим» выпускается с 2002 года компанией «Хёрш Шкулев Медиа», которая, в свою очередь, принадлежит медиаконгломерату «Хёрст Корпорейшн» со штаб-квартирой в США. В одном из наших предыдущих видеообзоров, посвященных журналу «Сайкологис», мы уже коротко рассказывали о корпорации «Хёрст», которая в 30-е годы прошлого века помогала Гитлеру ввести антисоветскую пропаганду. Сегодня этот медиагигант напрямую или через свои дочерние компании контролирует значительную часть российских СМИ. Теперь о самом издании «Максим», которое позиционирует себя как международный журнал для мужчин. Его главная отличительная особенность – это публикация в каждом выпуске, обработанных в фотошопе, изображений обнаженных российских и зарубежных звезд. Акцентировать внимание на этих фотографиях не станем. Просто отметим, что по своей сути журнал «Максим» что в России, что за границей используется не только для пропаганды пошлости и деградации населения, но и как своеобразный фильтр под опуску в так называемую гламурную тусовку. Хочешь получать хорошие роли в кино, чтобы твой клик крутили на телевидении или на радио? Будь добра, разденься перед всей страной и зафиксируй свой статус морально и нравственно опустившейся личности, чтобы в дальнейшем тебя проще было использовать для управления толпой. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы вы понимали степень цинизма и наглости, с которой работает редакция российского журнала «Максим», продемонстрируем статьи, опубликованные на сайте, отражающие официальную позицию издания по основным идеологическим вопросам. Как можно узнать из цикла статей «Монетная парадигма Максим», который сами редакторы называют своим манифестом, журнал защищает интересы алкогольных и табачных компаний в России и открыто поддерживает распространение наркотиков, в том числе выступая за легализацию конопли. Максим более чем благосклонно относится к США, презрительно отзывается в Советском Союзе и называет Сталина самым хитрым, безжалостным и жестоким, сравнивая его с Гитлером. И самое главное, Максим утверждает, что институт семьи уже умер, выступает за легализацию проституции, поддерживает распространение порнографии, подменяет беспорядочные половые связи красивым эфемизмом про мискуитет и называет их абсолютной нормой. Кроме того, журнал ежегодно проводит так называемый конкурс красоты «Мисс Максим». Чтобы понять, о чем речь, достаточно зайти на официальный сайт конкурса и прочитать первое требование к фотографиям участниц. Аналогичным образом проходит и само мероприятие. Все вышеперечисленное является официальной позицией редакции, то есть теми идеями, которые пропагандируют это издание в своих статьях на сайте и журнале. Однако, несмотря на то, что Максим уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, никаких действенных мер в отношении него до сих пор принято не было. В частности, в октябре 2014 года Роскомнадзор внес сайт издания в реестр запрещенных интернет-ресурсов за публикацию статьи «Как правильно давать взятки в России». Однако, спустя несколько дней после удаления указанного материала, сайт был восстановлен. Спустя менее года, в марте-июне 2015-го, журнал получил сразу два предупреждения от Роскомнадзора за использование нецензурной лексики и было штрафовано 25 тысяч рублей. Согласно российскому законодательству, два вынесенных предупреждения дают Роскомнадзору право обратиться в суд с требованием отозвать свидетельство о регистрации СМИ у журнала и тем самым прекратить его деятельность на территории нашей страны. Однако, как заявил главный редактор Максим, и как следует из слов пресс-секретаря Роскомнадзора, Федеральная служба не собирается предпринимать далее никаких действий. То есть, повторим все еще раз, журнал Максим принадлежит через посредника иностранной компании. В своей работе официально выступает за легализацию в России наркотиков, проституции, порнографии, утверждая, что институт семьи умер. Презрительно относится к истории России и сравнивает Гитлера со Сталиным, и менее чем за год трижды нарушил закон. Несмотря на все это, Роскомнадзор, даже имея все юридические основания, не считает нужным обратиться в суд с требованием отозвать его издание свидетельства о регистрации СМИ. И это в то время, когда президент России регулярно говорит о важности защиты традиционных семейных ценностей и нравственности в российском обществе. По этой причине проектами «Научи хорошим» и «Политическая практика» было подготовлено заявление в Генеральную прокуратуру по журналу Максим. В заявлении, в частности, указано, что на территории Российской Федерации ведется системная деятельность по искусственному сокращению населения через последовательное уничтожение института семьи путем пропаганды распущенности, праздного образа жизни и культа внешности, в котором женская красота представляется потребительским товаром. Методом стимулирования негативного социального поведения является публикация полуобнаженных лидеров мнения, так называемых звезд в журнале Максим, когда для продвижения в карьере от девушек требуется публично обнажиться. Призываю вас активно распространять информацию о реальных целях и задачах журнала Максим и участвовать в деле возрождения нравственности в СМИ. А владельцам и редакторам Максим хочется напомнить недавние события с аналогичным изданием FLIR. Смелее, товарищ, гласность наша сила! Подписывайтесь на наш канал, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему». До новых встреч!